Полис Групп строит недорого, качественно Ух Шесть Приходит негодность, я ведь этого даже не заметил По-любому Отсюда будет сифонить так сильно Видите трещину какую я вижу Кухня с перепадом Очень стильно Вот эти перепады будут очень сильно видны Оттенка уходить влево То есть допуски превышены Не предполнялось что-то взяли Взяли, подумали и сделали А потом будет просто отслоение Друзья, добрый день Я Андрей Артемов Полис Приморский сдали И начали выдавать ключи Мы идем с вами смотреть Как застройщик сдал, достроил И выдает ключи И как он передает Своим жильцам квартиры И в каком качестве Так что у нас и Обзор комплекса Внутреннего пространства И приемка квартиры В одном видео Погнали Форма здания у полиса Приморская П-образная На первых этажах идет коммерческие Идут помещения Расстояние достаточно нормальное Слушайте, друзья Какое классное зеленение Посмотрите Большое количество Хвойных деревьев Скамейки Жаль, нет только навесов Горки Камушки Красивая трава Урны Мне лично нравится Вариосток К примеру Все намного Скуднее Ну и в моду Меонологично Входная группа В уровень землей Здесь у нас сразу Находятся почтовые ящики Достаточно красивые Из металла Вторая дверь Металлическая Антивандальное Стекло Все белое Красивое Смотрится неплохо И вот это ощущение Да, это они Пластиком Получается закрыли А не этот Пластиком Так обшили Просто И со вкусом Колясочная И первое Что Кнопка вызова Все лишь одна И она далеко Приходится топать Вот аж сюда Лифты Отис А лифт расположен Вот так Был бы вот так Как я обычно говорю Длинномерные предметы Было бы затаскивать лучше Но обратите внимание Какая красивая Антиводальная обшивка От провайдера Не Вайлинг Девятый этаж Есть красивая табличка Отделка Конечно Так себе Просто накидали Штукатурочку Ну а так Принципы Все чистенько И обратите внимание Есть Указатель На каком этаже Находятся Грузопассажирские Пассажирские лифты Красивая отделка Смотрится классно Но с забралом Конечно Они что-то тут Не смогли Довести это все До конца Раз дверь И вот здесь Такой достаточно Большой холл И обычные Металлические двери Вот здесь широко Но ничего такого Здесь нет Наверху Нумерация квартиры Такая металлизированная Смотрится прикольно Примка квартиры Двухкомнатная В поле с приморском Друзья Давайте все Внимательно посмотрим Здравствуйте Мы ждем камеры Да Или уже снимают Уже Здравствуйте 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 Андрей Вас снимают Вы уже в игре Вы уже в игре Вас снимают Сейчас будем Какой-нибудь Вам времени Здравствуйте Андрей Очень приятно Это вы воду Да проверяли Да Слушайте Неплохо Только она Конечно Закрепить Было Получше Максимально Хорошо Закреплено Максимально Это нормально Здесь Рана Отклонена На 3 метра Это допустимое Значение И откос Завален На 5 метров Это тоже Допустимое Значение Потому что На всю высоту Допускается 10 Вот по стяжкам У вас Левый нижний угол Ушел На 6 мм Вниз Нужно определиться Какое напольное Потребление Здесь будет Укладываться Если будет плитка То ничего страшного Плеточным клеем Это снивелируется Если надо Можем попросить Застройщика Чтоб компенсировал На материал Если будет Например Ламинат Надо будет Попрессион Подлить 6 Спасибо Что Сдача Падение материала По свойствам А потом Будет просто Отслоение И зона Комнаты Вдоль ближней стены Очередная проблема По стяжке В данном случае Отметил точку 0 Угол завален На 7 мм Ближе к выключателю Пол поднимается Между двумя данными Участками Перепад более сантиметра Тоже есть Ну негативно Может повлиять На установку мебели Укладки Напольного покрытия Туда будет Мебель с уклоном Стоять Плюс неравномерная Нагрузка на замки Здесь уже Можно попросить Чтоб подровняли Но если под ламинат Если будет Кварцвинил Заливаться То лучше Компенсация материала Какая шумоизоляция Обычная Конечно Это не шумоизоляция Ну это дендерная лента Но поверьте У нас Эта ламина Не предполагалась Шумоизоляция Я не уверен Но Я вижу вашу улыбку Я просто посмотрю По проекту Что у вас Посмотрите Внимательно Посмотрите Надо посмотреть По проекту Ну то что там Не больше сантиметра Скорее всего Обычный стенофон Ну стенофон Да Там миллиметров 5-7 Там 10 максимум 8 А вот этот кусок Железа Для чего здесь Перемычку удерживает Перемычка Да Потому что Здесь Не толстая Наверное Стена Не монолитная Это для Более надежного Укрепления Ага Ну расскажите Ваше мнение Это очень страшная Перемычка Нет конечно А чего не страшно Просто так Акцентируйте Внимательно Я просто спросил А то знаете Стростроители Придут Болгаркой Отпилят Тут у вас Кстати прикольно Что видите Застройщик Молодец Он сделал Такой небольшой Уступок Стенки И когда будет Наличник Соответственно Монтировать То он нормально Войдет И вот ему Нужно будет Подрезать Потому что Большинство Оставляет Более узкие Проемы И стенка Просто вот сюда Заподлицо идет И получается Что наличник Подрезает А здесь вот Как это приятно Что есть даже Положительные отзывы По геометрии стен У нас должны Соблюдаться Два условия Неровности И отклонения Отклонения Здесь выдержано А вот неровность Нет Здесь в данном случае Неровность На 2 метра Образуется 10 миллиметров То есть допуски Превышены На что может Повлиять Когда вы сюда Поставите Вертикальный наличник Который будет Стоять строго По вертикали То если Встать напротив Угол стены У вас будет Уходить влево И это будет Очень сильно Бросаться в глаза При входе в помещение Мебель вряд ли Вы сюда какую-то Поставите Потому что Здесь проходная зона В данном случае Застройщику Надо будет Зашкурить Вот этот угол На 10 миллиметров И Зона Над домофоном Идентичная ситуация Левый верхний угол Условия отклонения Здесь Соблюдаются А вот условия неровности Также на 2 метра Здесь составляет 10 миллиметров То же самое Если сделаете Доборы Закройте Что-то поставите Какой-нибудь Тонкий Например Стеллаж То визуально Будет стенка Уходить влево То же самое Застройщику На 2 метра Надо будет Стесать 10 миллиметров Какого номинала Как у нас и был И На утечку Отрабатывает То есть Новый автомат Поставили Кстати Молодцы Быстренькие Раз и все Еще кстати Здорово Что они их Наверх поставили Потому что Когда будет Стандартный шкаф То он будет Выше шкафа И его в принципе Незаметно будет Ну если до самого верха То есть будете Встроены То вообще Его не видно будет Кидаем провила Видите просветы Какие образуются То есть Везде образуются Какие-то небольшие Либо бугорки Либо ямки В данном случае Зона здесь опасная Потому что Она проходная Здесь вход в комнату Наиболее Высокая нагрузка На замки ламината Там где вы чаще всего Ходите Либо Монтируются Межкомнатные пороги Если вы будете Стяжку взрывать Убирать Перезаливать То по сути Вам ни одно Здесь отклонение Непринципиально Если вы скажете Мне я хочу Кварц-винил Я залью Весь полуравнителем Тогда Застройщик Просто компенсирует Материал Если вы скажете Я оставлю Вот эту стяжку Положу какой-нибудь Недорогой ламинат Либо линолеум То можно попросить Застройщика Подлить участками Хотя бы Чтобы выровняли До допусков Но если вы Квартиру действительно Берете для себя Надолго Не под сдачу Не на продажу То грамотнее всего Здесь будет Несколько миллиметров Подлить Когда заливешь Равнителем У тебя более Ямки Неровности Они снивелируются За счет равнителя Потому что Если вам здесь Ляпку сделают Здесь Ляпку сделают Тут зашлифуют У вас вот такая Стяжка будет Легче полностью Перезарить полу Однозначно Но будем разговаривать Насчет материала Вот кстати У нас представитель Застройщика Уже подошел Если хотите Вот у нас Сантиметр Есть санузел 13 миллиметров Комната Здесь по 5 миллиметров Просветы Но я думаю Это уже мешков 6-7 Мы точно можем требовать Кухня с перепадом Стены Они сами сделают Но поравнить Вы тоже Можно будет договариваться Четливо видно Больше сантиметра Слушайте Тут нормально Да Сантиметра полтора Очень много Притом то Что здесь Еще относительно Центра Завышена точка Нормальная плоскость Надо будет Еще авангарду Показать Видите Трещину Какую я вижу По потолку Это надо понимать Это поверхностная трещина Либо здесь Что-то посерьезнее Так как у нас Затруднен Осмотр Качественный осмотр Согласно ГОСТам Но Это не означает Что я не буду Его смотреть Смотрю по возможности Если есть возможность Зафиксировать Это в акте осмотра Для того Чтобы вы после того Как сделали Чистовую отделку Сделали клининг Либо вам Здесь произвели клининг Управляющая компания Если вы что-то Вдруг увидите Какие-то повреждения Чтобы вы могли Обратиться по гарантии Если вам не критично Если вы его не видите Лучше не испытывать судьбу Потому что при замене Таких браков Можно получить Вот такой вот брак В новом стекле Поэтому визуально Осмотрите Примите решение Обязательно Надо будет делать Пластик Потому что он в сколах Обязательно Надо будет полировать Пластик Потому что он в царапинах И есть проблема По фурнитуре Здесь установлен Эксцентрик Снизу же на раме Отсутствует ответная часть То есть за что она отвечает Когда вы закроете окно Зимой В минус 30 Здесь 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 Будет прижиматься Отсюда Будет сифонить Так сильно Что у вас здесь Все цветы Скорее всего Просто-напросто погибнут В пакетах у вас Грубые царапины У них ширина раскрытия Чуть-чуть больше 0,1 мм Они за счет этого Считаются грубыми То есть в теории Стеклопакет В дальнейшем Может дать трещину Устранить замечание По пластику И при закрывании Створки Слышите посторонний звук Фурнитуры Это говорит о некачественной Регулировке С самой створки Замазанным герметиком Здесь коротко подрезанный То есть вот здесь уже Конечно косяк Ну тут видно Да Тут его Скорее всего менять Да только нужно И как бы смотреть на это Все Замазанное потом герметиком Ну понятно Там пены на самом деле Вообще может быть и нет Или так совсем Может быть Но это скрытая работа Мы не можем это утверждать Ну не можем Да Но по звуку слышно Радиаторы вроде нормально Установлены А радиаторы Да В горизонтали Хорошо Но тут смотрите Уже По факту другое Здесь есть брак У нас где-то справа Снизу Там надо подобраться К нему Тут подходишь Супруга точно У нас Прям идеально Подходит на ее рост А это вот Вот это да? Да Вот такая вот Потертость И с той стороны Или с этой стороны А на той стороне А на той стороне Да На той стороне Тоже грубая Вот ногтем Если проведете Видно 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 Да Смотрите как рама Некачественно окрашена Скорее всего был скол Закрасили Ну да Как-то вообще просто Глаза бросаются Здесь надо будет еще раму перекрасить Ну потому что вот это Представьте машину вам так закрасили Шпаклевка вся отслаивается Еще я кстати удивился Что вот здесь на Что это у нас Лоджия Балкон Лоджия похоже А здесь только рамы открываются То есть нет на проветривание Нет И гребенка есть А это вот так Все А это что такое Вентиляция Вот так вот Можно пользоваться То есть да Это решетка Чтобы у вас стекла Не конденсировали Не потели Как говорят даже Чтобы не плакали Потому что Если Не обеспечить Ну если обеспечить перепад То они будут у вас запотевать Ну вот там я в углу вижу Пена торчит И вот здесь Ваше стекло Переходит к соседним Вот к соседним Туда чепок Можно Можно поздороваться Привет сосед И вот там пена Обратите Там нащельник А нащельник Да Она заканчивается А вот там еще пена торчит Видите Вот он на самом верху Вот там В углу Блин пыли капец Самая пыльная квартира А так достаточно широкий Нормальный Балтончик Ну просто такая Золот на отдых Кресло поставить Добаваться на Сейчас слушайте Снова начали продаваться Вот эти киевские Такие плитки Рунин называет Просто уложили их сюда И забыли Иван Входной дверь Будете менять Попросим Чтобы Подкрасили Дверную коробку Там где имеются Царапины И если что Здесь нет Второго Контура уплотнения На коробке Он не ставится Если будет желание Купите резину Поставьте на коробку Чтобы вот здесь Вот плотненько Было При закрывании Здесь у них Изначально С заводом Не идет Уплотнение Здесь застройщик Изначально Как бы Заявляет Отделку Под доклейку Толстыми Флизелиновыми Обоями То есть Когда ты поклеил Обои И забыл Про вот эти Все неровности Кто-то говорит Я стены хочу Покрасить Но блин При естественном свете Вот эти перепады Будут очень сильно видны Поэтому надо будет Это еще Все до конца Затирать Самостоятельно Ну и уже Делать Получается Поклевать Придется Здесь По-любому Ну на микропроветривание Поставил Вообще Крутится Нет 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 Ноль Да Ноль Что и как бы Понятно То есть она вообще Не работает Я укажу Что недостаточная Тяга в теплый период У нас по нормативу Вентиляция проверяется Хотя бы с разностью 10-15 градусов Вот в чем проблема А сейчас да Там на улице Сколько у нас Там 20 24 А здесь наверное Даже больше В квартире В квартире вообще Душно Нет Ну видите Тоже Вот у вас Видите Вот они наверху стоят Дополнительные вентиляторы Которые работают От потока воздуха И создают Избыточное давление То есть Она не должна Вообще Ноль быть У вас классная Двухкомнатная квартира В полисе Приморских Вы когда выбирали Вообще себе квартиру Почему именно Выбрали этот комплекс У нас просто Получилось так Что квадратура Расположение И платежи по ипотеке Самые оптимальные Получились За счет Ну это есть место Расположение Лес рядом Да Если все Бусилки взять По городу Здесь наиболее Такое Перспективное место Будущее Метро Двойное Потому что Там получается Ветка будет Фиолетовая И зеленая Двойное метро Лес рядом Будущий парк Возможно Здесь делают На углу Парк еще будет Место Хорошее Как вам входные группы И озеленение Во дворе Отлично Понравилось Да Что понравилось Как оцените По пятибалльной шкале Работу сотрудника Приемщика Вангарда Нравится А по пятибалльной шкале Как оцените Застройщика За то что Он сдал вам квартиру Да на четыре Четыре Хорошо То есть Ваши ожидания Вот самой приемки Квартиры Оправдались То есть Не было каких-то проблем Долгого ожидания Прихода сотрудника Нет Все Отлично То есть Вы договорились На конкретное время Пришли И уже Сотрудник Сразу пошли в квартиру И засматривать Застройщику Есть что-то Сказать Где еще Сказать тебе У меня пока Слов нет Я пока Все Да на эмоциях Зато есть Застройщика Сказать Говорите Большое спасибо Что выбрали Нашу компанию Мы не подвели По времени По срокам Надеюсь По качеству Тоже Где-то Полис Приморский Выпишите премию Я вас поздравляю С покупкой С приемкой Квартиры И желаю вам Долгих и счастливых Годов жизни В этой квартире Спасибо Спасибо большое Вот тоже Интересно сдали А почему-то Защитные колпачки Забыли снять Ах Полис Приморский Заменим Старые стекла Вам оставлять На дачу Или не надо Не надо Нам надо Шучу всегда Вот здесь тоже Застройщик не смог Чего-то здесь Не хватило Друзья Все-таки Это панелями защиты Видите как сделано И они даже Вот эту надпись Полис Приморский Прикрутили И у меня было ощущение Что это так и есть А так вот Синяка Грилята у нас Сверху Слушайте Классно Стенд Почти ровно Повесили Здесь они Что-то она Кривоватая Да? Криво же Да? Это может быть Вырезали защиту А Слушайте Да-да-да Это эту вырезали Да-да-да Все Ящики почтовые Вообще очень красивые Металлические Такие Блин Добротные Приятные Очень Блин Вот тут классно Прохладно В квартире Конечно Трындец Так Моя любимая тема Что у нас тут есть Дарарам А здесь нет Бутылка есть Они перенесли их Туда Думаете О классно Как это Новый шкаф Он нифига Не закрывается А тут тоже Нет Все Зумер Хоть работает У нас получается Колясочная И выход Ну слушайте Нормальный Холл Такой Достаточно Большой Диск Вот здесь тоже Вот это например Да дурость Я бы вот это У эльфтов бы дел Потому что вот сюда Проходишь Я вот часто Когда зашел Я вот этого Даже не заметил Рассказывайте Что не так Вот с этим неудобно Да Мне кажется Перепутали Лево и право Если бы они повесили Сюда То это за дверью Было бы Не А дверь тогда Вот сюда Открывалась Здесь просто Вот Немножко Мне кажется Неудобно Рукой Не хватает Немножко штукатурки Я бы Наверное Да Вот сюда Скорее всего Поставил То есть было бы комфортнее Чем вот здесь Вот так вот Постоянно рукой Здесь будет грязно Постоянно Если будет руками Да Тут будут зачуханы Будет Но здесь тоже Например Вот соколь Они сделали Это обычный Искусственный камень Недорогой Но хотя бы В отличие от того же Сэтлгруп Уважаемый Здесь все в уровень землей И нет вот этих Дурацких маршей Двор прикольный Камушки Какие-то типа Ёлочки Еще какие-то кустики Урны Брусчаточка Вот здесь намного Уютнее Приятие Например Чем в том же Хваленом Мариоста Либо в моде И еще Может быть Цифру Обозначения Может быть Слушайте Да Согласен Потому что Я когда шел Тоже непонятно было Я вот увидел Что только через стекло Черным цветом Нужно было бы Хотя бы Да Вот сюда повесить Чтобы сразу было все видно Это я согласен Да Ну так в целом В принципе Достаточно неплохо На удивление О Пойдемте посмотрим Что там в подвале Да Вы любите снимать Там вода У вас Сушите Ну не у меня У застройщика Не я же их строю Но просто Это же тоже Ваш дом Ваш комфорт Если плечень пойдет На первом этаже То она по вентиляции До вас дойдет Дождей Две недели не было Сухо Поэтому там Навряд ли будет сыро Супер конструкция Да Супер конструкция Так Ну тут видно Что была вода Вот она Влага осталась Вот она Влага осталась И вот здесь Единственное Видите Там закрыто Сюда наверное Будет минимум воды Попадать Вот у нас закрыто Тут у нас Здесь забрало В принципе нормально Поставили Ну и ступени Ну вот здесь Где-то отбилось Ну это в принципе Ерунда Ну хотя бы они Одинаковая высота Они как у некоторых Такой трынде Сокровок Да Вот получается Там же Вот это Нет Вот здесь же Пустота Там скапливается Конденсат Или когда дождь идет И вода течет Обычно Вот здесь по стенке А так как здесь Мокрый фасад Технологии То штукатурка Приходит негодность И видите Здесь застройщик Вот такой сделал Скажем Зовем это отлив То есть вода Капает не по стенке Должна будет течь Соответственно Она будет попадать Вот сюда Молодцы Ну что друзья Сам двор Тут вообще Каких-то у меня Вопросов нет Потому что Очень классно Сделано Мне очень нравится Как здесь Делать застройщик И спортивную зону И скамеечки И освещение И соответственно Где можно посидеть Отдохнуть Позагорать Вот на таких Деревянных Шезлонгах Молодцы Ну конечно Детская площадка Для чуть постарше Деток Чуть помладше Различное здесь Оборудование Большая вот такая Песочница Здесь Молодцы И мне очень нравится Как они вот эти Заборчики сделали Из камушек Как делают обычно В частных домах Очень стильно И смотрится Красиво Что во двор Заехать Только под шлагбаум Посторонний сюда Не попадет Коммерческие помещения В дальнейшем Понятно Подкрывается Большое количество Магазинов Но так как Здесь уже Напротив Тот же Ариоста Вот я вижу Там булочная Там какие-то Продуктовые магазины Есть Поэтому вопросов Не возникнет Куда сходить За хлебушком Здорово Кстати Что уже Не знаю Застройщик Либо управляющая Компания Кто-то из них Здесь уже Построил Вот эти буйки Для того Чтобы по этой стороне Никто не парковался Только по этой Чтобы хотя бы Можно было проехать Понятно Что всегда Все забивается Машинами Парковку Не все покупают Соседний двор Еще один Приямок А видите Кстати Да Вот здесь Получается Они их Закрывают С выносом Ну поэтому Конечно Сюда влага Не будет попадать Все Спустимся Посмотрим Здравствуйте В подвал Кто вы такой Андрей Артемов Блогер Пожалуйста Нельзя Нет Эх Ну вот Инженерная коммуникация Да Но я что Тут только Зачем Есть специалисты Инженеры Которые Да Я знаю Соответствующие Профили И так далее Поэтому Там Управличка Компания Сидит Вот там Подойдите К ним И они Вас Покажут Все Может быть Ну Они отвечают Но туда Нельзя Вы им Уже Передали Да Все Спасибо Тут Немножечко Есть моменты По герметизации Но такие Мелочи В принципе Это Можно Все Исправить Слушайте Двор Хороший Мне нравится Зеленый Реально Молодцы Сделали Нормальное Зеленение А второй двор Вот видите Вот то же самое Сделали То есть Вот когда вода Течет Она будет Вот сюда Вытекать А не на фасад Блин Ну вот Молодцы Взяли Подумали И сделали Просто И понятно Потому что Потому что Как правило Вот эти Все Выпуски Здесь Вот Просто Виден Такой Большой След От воды Если Будете Ходить Обратите Внимание Увидите Что Это Есть И Видно Что Начинает Разрушаться Вот эта Штукатурка Потому что Под ней Сетка И Базальтовые Утеплители Велопарковки Достаточно Стильные А вот Здесь Хотелось Наклеечку Чуть Сейчас Не грохнулся О том Что Здесь Небольшой Подъем Потому что Вообще Не видно Он Сливается На солнышке Деревья Посадили Еще Одна Дворовая Территория Дворовая Площадка Тут Уже Шезлонг Люди Используют По назначению Баскетбольное Поле Молодцы Пойдем дальше Посмотрим И камушки 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 Смотрятся Круто Здесь Достаточно Прикольно Сделали Здесь Получается Два в одном Это Где могут Сидеть Зрители И наблюдать За Турниром За игрой Здесь Здесь И здесь И соответственно Когда этого нет Здесь просто Могут собираться Подростки Потому что Как правило Для подростков Для детей Там 10-12 Старше лет Для них Вообще Ничего не Предусмотрено Здесь Вот такое Есть Место Где они Будут собираться Есть Как раз Стол Где можно Посидеть Там Потусоваться Потупить В телефоне То есть Вот это Я считаю Плюс Не знаю Думал об этом Застройщик Или нет Но у него Реально Получилось Ну и друзья Взгляните На этот двор Молодцы Вот у меня Лично Это вызывает Уважение К тому Что здесь Сделал Застройщик Вот эти Небольшие Столбы Это Ночная Подсветочка Нижняя Вот это Верхняя Светодиодная Я представляю Как здесь Очень красиво Будет вечером Когда это Все Загорается Есть Ограждающая Конструкция Но обратите Внимание Что они Из достаточно Плотного Материала Но Подзакрепить Их бы Конечно Не мешало Ну-ка Эти Ну эти Держатся Вот это Конечно Очень круто Смотрится Очень Снова Вас загрузил Да А там Говорят Что Соседних Комплексов Покупают Здесь Паркинг Потому что Здесь 450 Тысяч А там От миллиона Двести Вообще Офигеть Это Полис Групп Строит Недорого Качественно Я это Запикаю Блин Вот здесь Друзья Конечно Они сделали Классно Молодцы Полис Вот здесь Реально Например Меня радует Потому что Очень здорово Большое количество Зелени Вы представьте Проведет Буквально Там 5-7 лет Они вырастут В два раза Наверное Чуть выше Или чуть ниже И будет Здесь Просто Такой Райский Променад Для людей А вот Видны Продуктовые Магазины Пивная Градус Ну все Как мы Обычно Любим Камни Очень красиво Смотрятся Блин Вообще Классные Собаки Погулять Вот здесь Побегать Главное Убирать За своими Животными И Обратите Внимание Вот здесь Набивное Покрытие Для того Чтобы Покататься На велосипеде На Другом Велотранспорте Молодцы Неожиданно Мы с вами Зашли В Многоэтажный Паркинг Где машина Место Стоит 450 Тысяч Рублей Вот здесь Обратите Внимание У кого-то Закуточек Есть Лифт Не нужно Ходить Пешком Сейчас Мы с вами Поедем На последний Этаж Так Открывайся О Поедем Что-то Здесь Уважаемый Застройщик Немножечко Летак У вас Пошло Надо бы Нормально Закрепить Было бы Здорово Здесь Мы видим Уже Алекс Лифт Уже Неотис Зеркало Приклеили Молодцы Слушайте Нормальный Просторный Лифт Двоем Здесь Комфортно Четвером В принципе Будет Нормально Он Мне кажется Процентов На 30 Больше Чем Обычный Пассажирский Лифт Сим Сим Откройся Выходим Пятый Этаж И Вот с Такой Обычный Паркинг У каждого Есть свое Машиноместо Что здесь Мы видим Из особенностей Ну это уже Ладно Это паркинг Система пожаротушения Вот они Датчики И она Находится Достаточно Низко А я Соответственно Метр 75 Всегда Был Где-то Там О Ну вот Видите Здесь Получается Метр Ну около Двух метров Похоже Соответственно Большинство Людей Конечно За это Головой Не заденутся Но если У вас Более Высокая Машина И вы Будете Парковаться И можете Не заметить То конечно Повредите Свой Автомобиль Поэтому Нужно Когда парковаться Обязательно Смотреть На разметку Из приятных Моментов Это большие Цифры Обратите внимание Классно Сделали Что сразу Видно Где Какое Место На белом Квадрате Черные Цифры Тут у нас Есть Вентиляция Видим Есть Знаки Ну в принципе Все Обычный Паркинг Нормальное Покрытие Разметка Никаких Вопросов Нет Он Соответственно Многоуровневый Поэтому Он вниз В подвал Не идет Поэтому Здесь О протечках Можно Не думать Ну и конечно Прикольно Когда говоришь У соседних Комплексов Бизнес-класса Здесь люди Приобретают Машины Места Потому что Здесь В 2-3 раза Дешевле А там Застройщик Жадничает И продает Места дороже О Вот эти Козырные места Тут видите Вот этих нет Систем пожаротрушения С датчиками Они вот здесь По краям Стоят И можно Припарковаться Тут 2 машины Здесь еще В принципе Одна вылезет Если поплотнее Встать Купил 2 Паркуешь 3 Поднялся На самый последний Этаж Паркинга И что здесь Я вижу Друзья Смотрите Они все Подровняли Почистили Вот так Выглядит Паркинг Обратите Внимание На лестничные Марши Не в каждом Жилом Доме Вот так Выглядят Лестничные Марши Как в этом Паркинге Да Полис Может Удивлять Для тех Кто говорит Что меня там Купили Или еще Что-то Вот друзья Здесь просто Все было Открыто Вот так Видите Поэтому я и прошел Здесь аналогично Все открыто Поэтому я сюда И смог Пройти Понятно Что здесь Есть тоже Количество Определенных Бесплатных Машиномест Но вот сейчас От паркинга Обратите внимание Такая тень Уже пошла На машины Сам фасад Смотрится Красиво Нормально Все окрашено Хорошо сделана Штукатурка Нигде не видно Что чтобы Где-то Что-то Тут у них Отвалилось Как это Иногда бывает Нравится Что сделано Остекление Сразу Все в едином стиле Что у каждого Получается На лоджии Есть Система Вентиляции Вот они Вентиляционные Решетки Стоят Для притока Воздуха И правильно Как сказал Специалист Из авангарда Это еще И не дает Образовываться Конденсату Вот тут Видите Уже Двери Продают Потому что Да Двери входные Такие На 2 с плюсом Наверное Хотелось бы Чтобы помощнее Ставили Под сбор Мусора Вот только Сейчас подошел И услышал Гул От него Нет гула Сильного Как у Некоторых Застройщиков И соответственно Жильцы Наверное Отсюда Жаловаться Не будут Везде Видим Систему Видеонаблюдения Отсюда Очень красивый Вид На соседние Комплексы На дом Винегрет Кто узнал Жилой комплекс Винегрет Который прозвали В простонародье Напишите Об этом В комментарии Здесь тоже Мы видим С вами Деревья Трава Которая Практически Взошла Кое-где Но зато Газонная Да Вот здесь Вид прикольный Очень красиво Смотрится Сделаю Пожалуй Фото Отсюда С высоты Конечно Видна И размах Дорог Тротуаров Высадили Деревья Есть трава Парковая Зона Ариоста Вот здесь Я помню Тоже здесь Будет Дорога Здесь я как раз Снимал Большое Конечно Здесь здорово Что большое Пространство Достаточно И комфортное Для жизни Даже Есть Ограничители Дверей Лестничный Марш Ух Недорогое Здесь Ограждение Шлифовали Ступени Видно От грязи Здесь у нас Плитка Чем-то Была Залито Но тут Останется Немножечко Отмытия И будет Нормально Получше Чем Конечно У других Есть Таблички С нумерацией Квартир О, нумерацией Этажности Мы понимаем Что мы с вами На втором этаже Большое окно Раз Большое окно Два И вход Соответственно В лифтовой Лифтовой холл И межквартирные Коридоры Везде Мы с вами Видим Табло На каком этаже Расположен лифт А не снятые Колпачки Защитные С датчиков Ну и вот Квартир А вот Красили Красили Отмыть Забыли Первый раз Я вижу Нормальная Красивая Ограждающая Конструкция Она не такая Низкая Как делают Обычно Как знаете В советское время Что там Перешагнуло И можно Оступиться И просто Туда упасть А такая Высокая И сделана Достаточно мощно Кстати Здесь О, здесь не шатается В отличие от Того момента Где мы с вами Видели Польс Приморский Конечно же Не идеальный Комплекс И есть Над чем Работать Но если взглянуть На окружение То рядом Мы видим Два бизнес-класса За что переплачивать Мне честно говоря Непонятно Я уже в видео Вам показал Диапазоны цен На стоимость Однокомнатной квартиры Соответственно Квадратного метра Ну и на данный момент На сегодня Полис Приморский Лидирует По стоимости То есть Самая Низкая Цена Дальше Когда я например Смотрю на Любой Объект Я всегда Думаю Как я его И кому буду Продавать Через 5 10 И больше Количество Лет Потому что Меняются Времена Меняются Приоритеты Людей И соответственно Когда смотришь Какой-то Ляпистый Сегодня Интересный Фасад То завтра Он уже Друзья Не актуальный А классика Просто Ровно Всегда Будет актуальна Так же Как и С ремонтом В вашей Квартире Поэтому Как я и говорил Ранее В своем Еще Первом Виде Если бы Я в этом Районе Выбирал Бо себе Комплекс Для жизни То я бы Рассмотрел Один из Вариантов Это Полис Приморский Приморский Район Достаточно Большой Застраиваемый Район Санкт-Петербурга Здесь есть Как и вторичное Жилье Так и Новостройки Которые Сдали Либо Еще Нет Нужна Помощь С выбором Недвижимости Не стесняемся И обращаемся Звоните Либо Пишите В мои Соцсети Мои контакты В описании К этому Видео Друзья Рад был вас всех Видеть Обязательно Поставьте лайк Не ставьте дизлайк Подпишитесь На канал И поделитесь Ссылкой на это видео А я с вами Как обычно Не прощаюсь А говорю До скорой Встречи А Чуть не забыл Пишите в комментариях Обзор На какой Жилой комплекс Хотите Увидеть В следующий раз Субтитры Субтитры